Воскресенье Утром они не спят. Сейчас мы посмотрим. Слушай, а почему у меня обмандрение? Я думала, что Татьяна. Нет, я пока не возьму. Я прям сразу с поляночки представляю. Сегодня мама пришла поснимать. Мам, чтобы я тоже немножко в кадр попала. А то меня на встречах нет нигде. Я тебя много. Ну ладно, хорошо. Это Оля, магазин «Радуга вышивки». Мы собрались на празднование нашего дня. У нас удачно попало в воскресенье. Девочки нас приютили здесь в кафе. Пока еще рассматриваем все работы. Так красиво. Солнце освещает. Сейчас работы Инесса снимет. Увидите. Сегодня у нас изумительный день. Оля нас порадовала такой большой скидкой. 35% для своих клиентов. Вот сегодня еще до вечера можете воспользоваться. Ты мне заказ принесла? Да. Девчонки, увидите в следующем видео, что я купила. Я же не могу такую скидку проигнорировать. Укancia и господи к нервам. Я гумаю друг эту увидим, что утопил. Мы заказали заново в расчетчике. Св Twitter, наша защита хокуй из красоты. Так красиво. قد вся какая-то боя. Мы заказали заново Buffett по туке или пути. Небезавтрapterwers мы��의 лучшем гармонanno. И разбила ее рисуем в ск轉 concur. Пар ojos. Здравствуйте, вас как зовут? Здравствуйте, Ишеева Раиса Типановна. Вот моя работа незаконченная. Это полено в московский дворик по сюжету этой картины. В одну неточку вышивается. Вот даже на 18-й конве такая вот большая. Вот это моя работа, а это нет, моя приятница, она будет. Хозяйка Риолы, незнакомки. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, ваша работа, да? Вы из Оренбурга? Да. Наши гости с Новотроицкой, Суеванна. А вы привезли работу? Да, сейчас жалуюсь. Привезла, но оставили. Нет, почему? Это у нее работа незнакомка. Это ее работа, да. Вот это ваша работа. На станке вышиваете? Или на раме? Нет, из данного романа. У меня очень много поспособлений. Вот это я кладу, у меня специальный столочек, подставка. Вот я делаю вышивки с радиусом, есть только. Что у меня работа, 5, это время, может быть, 4. Мы еще не успеем, но у меня уже так шире. И так, что у меня еще идете. Вот она, как у меня считается главной картиной, а я ее больше. В этом сезоне «Радуга вышивки» обновляет ассортимент. И мы привезли белорусскую зонамерку. Белорусский лен, также который подходит для вышивки. Цены ниже, чем немецкая канва. Ткани подходят хорошо для скатерти. Мы также предлагаем услугу по пошиву скатерти, салфеток. То есть вы можете купить либо маленькими отрезами, либо заказать сразу большой отрез. Если вы не шьете сами, мы поможем вам сшить. И уже вы получите готовую ткань. Буквально в ближайшие дни товар будет выложен на сайт. Также ожидаем большую поставку немецкой канвы. С «Вайберт» будут новинки. В основном 32-й каунт идет. Приглашаем за покупками. Спасибо. Ссылочки на магазин я оставлю под видео. И также оставлю ссылочку на инстаграм Ули. Юля, смотри, как сшиваю. Это «Гобелен 200» рукой. Там сейчас сшиваю. Там это вообще не у катала такая. Да, «Гобелен»? Ну здесь нет, у нее на крупной основе. Это твои работы, Юля? Да, все мои. Сколько лет вышиваешь? Ну, очень интенсивно действует. А так всю жизнь вообще. Ну, лет с пяти точно вперед. Здорово. Всегда все вышиваются. Вот, смотрите, еще тоже Юлина. Это выше пилотаж. Нет, вы знаете, он очень простенький. Вот выше пилотаж – это гладь. Вот это выше. Ну, почему-то я вот смотрю, что никто у вас не вышивает, кроме как крестом. Нет, вышиваем по-разному. Можно посмотреть вот тут вот, да? Это чья красота? Тоже Юлина? Да, Юлина. А она у вас в электронном варианте? Вот эти все – это Юлина, да? Да, Юлина. Как вы видите? Юль. А это наборы или как-то? Это шевчиковая техника, это авторские схемы. И по ним должна была быть игольница, но у меня игольница не получилась. Поэтому я вот, по-приказу, не могу вас спросить. Вообще, это должна была быть игольница, а я хочу это оформить… А чьи это авторские схемы? Разные? Нет, это не тот же автор, это вообще должна была быть игольница, неправильная форма. Нет, это автор, вот сейчас я уже не успела, но если что, там потом вам и скажу. У меня просто дома в телефоне, в этом зоне записано. Это дименшинский набор. Это тоже, да, твои игрушки? Да, да, это дименшинский набор, все строго по набору, то есть составляющие предыдущих всех наборов. Это вот эти батончики, как они называют, как игольницы используют, а как прочие. Тоже Шевчикова техника, очень интересный. Ну, можно как шкатулка, вот эти боковинки, да, это просто сворачивается батончиком, просто у них как все руки не доходят, чтобы они вот так вот сворачиваются, либо ткань оформляют. Здесь разные дизайнеры, их так шевчиков много, я вот сейчас прям по авторам не вспомню. И тут как игрушки, да, вы это… Ну, я пока еще не знаю, то есть, что-то, например… На елку, да, как конфетки сделаю, фантики вроде, как будто фантики, да? Так скромно. Тут одна прям точно у меня будет, как на шкатулку вверх, вот эта. Она очень интересная такая. Ну, вот эта… Это вообще еще пока вот… Они лежат, как-то и будет так… до вас требования. А мне Илья шкатулку-то подарил деревянную, а я еще все никак не возьмусь ее оформить. Тоже хочу какой-нибудь такой шедевр вышить, но я пока не готова к шедеврам. слабо представляю, как тут быть. Скорее всего, будут, наверное, стразы, потому что цифры не видно будет просто. Дизайн сами придумали? Нет, нет, это шовчиковые авантюры, шовчиковые дизайнеры, то есть в интернете их достаточно много. А это еще вообще не законченная, только с пятой снятая. Это будет шкатулка, боковинку и не дошивая, поэтому показываю только вверх. Но здесь мне что нравится, то что пока отшиваются шки, очень много видишь вариантов отшива, и девочки много интересного. То есть вот стразики кто-то пришивает, кто-то бусинки. Это одна из самых первых авантюров. Ну вот это будет явно игольница. Она очень хорошо будет, она складывается очень хорошо, просто еще пока не оформлена, потому что такой идеи нет. А это вообще самый первый дизайн. Эта шкатулка, она не дошитая. Автор, кстати, у нас Шаренбургский. У нас есть такие шовчики. А так всего много очень всяких, полуфабрикатов не дошитых, где-то бусинок нету, где-то еще нету. Вот эта тоже нет шкатулка. Ну шкатулка, как батончик она называется, только он не сходный будет, а такой, как матрас. Ну. Это еще без бисера пока. Очень много лежит всего без бисера, потому что, ну, как бы, нет картинки общей. То есть если вот это сразу прямо оно пришилось, то и здесь получается. А шовчиков авторов очень много, очень такая сейчас популярная техника. Тем более. Начинаю вышивать, включая вниз. Все пересмотрела от первых видео до последних. Она говорит, мам, так интересно. Она говорит, даже я все уже подряд смотрю, потому что она говорит, вот просто по-человечески, говорит, нормально так говорить. Все говорит, понятно. И некоторые такие амбициозные, говорит, останавливают свою одну какую-то фразу. Вообще, говорит, мне так нравится. Я, говорит, не облюбилась. Так что вам большой привет. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Алла. Вы вышивальщица? Ну, с маленьким стажем. Я всего вышиваю меньше двух лет. Ну, в декабре будет два года, но вышло уже 13 работ. Здорово. Большие? Большие. Нормальные работы. Там маленькие, штуки два-три, как говорится. Ну, я бывший фармацевт. Бывший, потому что уже, когда не работаешь и не проходишь обучение, это уже бывший. Так что, гмоки уже выросли. Все, как говорится, немалых маленьких нету. Старых уже тоже нету. Так что, занимаюсь теперь рукодельем. Здорово. Мне особенно приятно встретить людей, которые смотрят мой канал и меня знают. Да. Благодаря цвейнице я прям и магазин. Олин магазин. Олин магазин. Радуга вышит. И, в общем-то, как-то я стала больше общаться. Ну, в общем-то, на ютюбе я многому научилась, потому что я вот как начала не в ту сторону вышивать крестики. Но я так продолжаю, потому что переучивать в это бесполезно. Иначе они будут не в одну сторону, другие в другую сторону. Так что, ну, вот так. Я, к сожалению, поздно узнала о встрече и не успела на ютюбе сделать оповещение. Но ничего, в следующий раз, я думаю, нас соберется еще больше. Вообще, я удивлена. В воскресенье 10 утра и столько девочек. На прошлой встрече было меньше. Ну, да. Я, когда вы встречались в этой, я после дачи лежала, смотрела вас в лежку. Предыдущая встреча летом была на природе. Пикник у нас был на природе. Ну, а сегодня мы собрались в кафе «Кофеман». Ну, я вообще-то раньше вязала. Я сейчас вяжу. У меня бывает, я вышиваю, вяжу, чтобы, кажется, это совсем не… Ну, меняю, как говорится, свою работу одну на другую. Когда телевизор смотрю, я вяжу. Пошли на текст с анализом не люблю. Ну, вообще, я телевизор не отрумал. Я хочу там включить, включить. Прием, и пошли на текст. Потому что посмотреть, в принципе, ничего. Все смотрим ютюб. Нет, ну, я с вестинки просто для себя привезла бабочку. Вот такие вот, можете посмотреть. Вот эти вот… Но это не вдохновение. Это молдавская фирма «Орлеана». Но пока вот нету поставщиков еще. И вот эта вот бабочка, которая… Пластик. Она вот прям четко накладывается вот на стену. То есть дырочки совпадают прямо на стену. А бисер чешский, да? Да, да, тут вот. Вот пресезы. И в наборе вот они иголки тоже. Вон, смотри, даже три иголки. Магнит вложен. Я вот так. Вот. Ну, пока еще вот они… Чуть-чуть… В России я не увидела. Даже вон с рачки. Видела? Да, да. Это Аня на работе. Аня, которая ко мне в гости приезжает. Подружка моя рукодельная. Да. Это твоя игрушка, да? С последней. Вот эта игрушка. И ловец снов. Он мой. А, это тоже твой. Я тоже сейчас вышиваю. Решиваю. Мы, кстати, с тобой часто вышиваем. Я им одной должен. Я тоже. А, и модем как тоже. Поняла. Я жду тогда. Мои матрешки ждут меня. Такой большой. Ты на поставке, да, решила? А я вот еще думаю. Матрешки надо как-то так. Игрушку сделать или что? Или что? Да, да, да. Игрушку игрушку. Это все, что я хочу. Можно взять. Прикладную форму. Так, ближе. Да, да, да. Банер. Ну, у меня трясет игрушка. Да, да, да. Ага, пришла новинка. Но я еще пока не получила. Но я пронесла вот обратную встречу. Это белорусская… А, да, да. Да, да, да. Я получила сюда. На белой я начала вот. Вот прямой эфир смотрел. Я социально вот в прямом эфире. То есть вы можете посмотреть, как крестики на ней выглядят. Оля Лотерейки нам всем дала. У меня номер восемнадцать. Номер пятнадцатый. О-о-о-о. Так, понюшу. Моточки всегда. Что такое? Ой, это же хорошо. О-о-о-о. Снадцатый. Меня. О-о-о-о. Много не бывает. Что такое? Какой клевый. Номер десять. Сейчас. Подручные средства при шитье. Так что учитесь. Класс. Давай. Как приятно. Номер восемь. Номер восемь. Номер восемь. Милости просит. Вы просит. Упережет ваш бисер от домашних питомцев. О-о-о-о. О-о-о. 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 Номер четырнадцать. Я. Удержите мужчин от соблазна. О-о-о. 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 Номер восемнадцать. Я. Для любителей кропотливой работы. О-о-о. О-о-о. О-о. 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 Номер шесть. Помощница в работе с бисером. О-о-о. 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 Номер пять. Я. О-о-о. 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 Тоненькие маленькие подцепят любую бисеринку. О-о-о. О-о-о. Что, мама, тебе бисер достался? О-о-о. Для дочери? Нет. Да. Смотри, что ли. А я не знаю. А я не знаю, что это такое. Вот. Что это? Это бисеринка. Это бисеринка. У тебя нет такого? Нет. Ну, дарю тебе. Не, мне девчонки дарили побольше, но это всегда нужно. Для каждого же процесса отдельно. Ну, я так думаю, мне краски разводить только. Мне не для чего. Нет-нет, это не краски разводить. Я думаю, для чего бы я приспособила, но мне не почти. Она, когда Оля сказала, для бисера, думаю, ну это мне. Тебе, да. Ладно. Все тебе. А сейчас посмотрим, что у меня. Конва. А это бобинка. Это бобинка? Угу. Здорово. Бобинка. Вот мне конва нужна. Конва, давай меняться. Хорошо, давай меняться. Тебе, да? Спасибо. И подарки. И вкусняшки. Это очень приятно получать подарки. Оля всегда нам праздник. Да, Ольга молодец. Ольга. Спасибо. Клеточка. Клеточка. На большие работы вышиваете, вам маркер пригодится. Вот, спасибо. Номер одиннадцать. На этом мы с вами прощаемся. Всем желаем удачи. Пока-пока. После встречи будет мастер-класс. Вот такую красоту буду рисовать. Ну, а мы уже пойдем домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok